Стиль модерн зародился в 1880-х годах, когда перепевы старых стилей, периоды эклектики и историзма стали надоедать обществу. Модерн, как архитектурное направление, первым осуществляет разрыв с предшествующими традициями и подготавливается к появлению современной архитектуры. В разных странах стиль модерн назывался по-разному. В России и Англии модерн, в Германии юген стиль, в Австрии Сетесион, в Италии Леберти, во Франции Арнуво, в США стиль Тифани. Среди немногочисленных положительных завоеваний модерна следует указать на то, что его мастерами был впервые самостоятельно поставлен вопрос об интерьере. Возникла новая специальность архитектора по интерьеру. Мастера модерна стремились к более полному соответствию композиции сооружений и его функции учета санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к архитектуре. В интерьерах жилых помещений предусматривалось все современные средства комфорта, центральное отопление, электричество, водопровод и так далее. Например, особняк Рыбышинского, архитекторы Шехтеля, построенный в 1900-1902 годах. Дворец Гуэли, городской особняк, построенный Антонио Гауди, по заказу почтителевого таланта каталонского промышленника Эусеби Гуэли в 1885-1890 годах. Дом Мила, жилой дом, построенный в 1906-1910 годах архитектором Антонио Гауди. Зарождается серьезное отношение к объективному освоению функциональной программы сооружений, к изучению технологических процессов, учета условий по удобному размещению оборудования, созданию удовлетворительного освещения. Залы универсальных магазинов, банков, вокзалов делаются просторными и светлыми. Пероны на вокзалах и проходы в пассажах перекрываются остекленными металлическими сводами. В планировке и объемной организации начинают проявляться собственные архитектурно-типологические черты здания, школа, банк, вокзал. Например, Композиция в интерьере строилась на взаимодействии элементов декора, выступавших на равных при создании конкретной гармонии. Лестничные перила, окно, фонарь, панно или другой элемент могли выступать как ведущие композиции, чего не могло быть в ордерной системе. В связи с этим архитектурная форма декорировалась принципиально новыми метами. Широко использовалась стилизация объектов флоры и фауны, где отрицались геометрические четкие формы, прямые линии и углы, строгий вертикализм. В модерне отмечают два вида декора. Первый, функциональный, был соединен с конструктивными и утилитарными элементами обрамления окон и дверей, ограждениями лестниц, фермами потолка, конструкцией опор. Как, например, в доме Тассели Виктора Орта. В конце Гуэля. Второй тип декора изобразительный, графический и живописный, украшающий поверхности стен, потолка, детали. Орнамент обычно сливался с плоскостью, как бы развивая ее фактуры или становился облицовкой, как, например, во дворце Гуэля. Мастера модерна стремились к более полному соответствию композиции сооружения, его функции, учета санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к архитектуре. Для дизайна интерьера широко используются кованые гнутые железо в виде цветов и растительных переплетений. В декоративном убранстве доминирует стилизованный растительный орнамент. На период расцвета стиля модерн приходится открытие электричества и приход его в доме приводит к новому цветовосприятию в интерьере. Появление электрических ламп сопровождается появлением абажуров, которые часто выполнялись в витражной технике. Абажуры модерна изобильно украшались фруктами, цветами или бабочками. Подставки для абажуров изготовляли из бронзы в виде степлей и листьев, учитывая общую концепцию интерьера. Модные цвета модерна серо-голубые, оливково-зеленые, соломенные, бледно-розовые, сиреневые. Цветовая палитра модерна как бы присыпана легким пеплом, вызывая ощущение шика и изящества. В 1892 году, в 1893 году, по проекту архитектора Виктора Орта, в Брюсселе был построен дом, в конфигурации архитектурных деталей и орнаментики которого появились совершенно новые формы, характеризующиеся беспокойным ритмом, причудливо изогнутыми, эластичными, манерными вялыми или пружинящие напряженными линиями. Дом Тасселя. Крупнейший представитель нового архитектурного направления в Англии Чарльз Макентош, который завоевал себе репутацию крупнейшего представителя нового архитектурного течения постройкой художественной школы в Глазгах в 1907-1909 годах. Стиль модерн в Австрии. Максимальное внимание к функциональной стороне отмечено в одном из наиболее значительных произведений Вагнера – здании управления почтово-сберегательных касс в Вене в 1906 году. Интерьер его представляет собой обширное, свободное, великолепно освещенное пространство, хорошо отвечающее функциональному назначению. Это было достигнуто благодаря соответствующему конструктивному решению. Вагнер применил здесь сложное стеклянное покрытие, средняя повышенная часть которой поддерживалась фермы в виде пологих арок, опирающихся на тонкие металлические опоры, боковые части – плоские. Интерьеры модерна в Испании. Концепция природных аналогий романтизма и модерна в архитектуре наиболее ярко выразил испанский архитектор Антони Гауди. Мастера модерна проявляют интерес к железобетону, но видят в нем прежде всего новые пластические возможности. На этом пути особая роль принадлежит Гауди, построившим ряд подчеркнутых экспрессивных зданий, например, собор, саграда Фамилия, дом Батла, дом Мила в Барселоне, ворота, павильоны в парке Гуэль и другие, используя бетон главным образом для создания нетрадиционно пластических форм, для имитации форм природы, подражая скалам, раковинам, деревьям. Дворец, построенный в 1885-1890 годах, является одной из ранних работ знаменитого архитектора. В проекте дворца впервые нашли отражение соединения декоративных и структурных элементов, ставшие впоследствии характерной чертой его творчества. Дом Мила, возможно, является самым оригинальным и совершенным творением в гражданской архитектуре Гауди. Его называют горой, созданной рукой человека, и пластическое, и архитектурное воплощение природы. Шестиэтажный доходный дом Мила напоминает огромную скалу, с гротами, окнами и металлическими решетками балконов, имитирующими какие-то причудливые растения. Дом Батла похож на морское чудовище. На самом деле дом не возводился с нуля, а был полностью переработан. Храм в стиле модерн Саграда Фамилия, построенный в 1883 и не законченный в 1926 году, кажется отлитым неземными существами и предназначенным для космических миров. Фасад храма Саграда Фамилия, святого семейства, невероятное творение, безумная фантазия Антония Гауди, кажется одним из тех песочных замков, которые мальчишки любят сооружать в детстве на Балтийском взморье. Это действительно сногсшибательное зрелище, хоть и долгострой. Знаете ли вы, что собор еще до сих пор не достроен, несмотря на то, что его закладка состоялась в 1882 году. Кроме того, архитектор Гауди возводил его на глазок, без чертежей и других подготовительных документов. Парк в стиле модерн. Одно из величайших творений Гауди – парк Гуэля, находящийся в северо-западной части Барселоны, огромный, извивающийся змеями вокруг террасы разноцветной скамьи к услугам отдыхающих. Когда Гауди начинал здесь работу, не было никакого парка и в помине, не было и водных источников, территория была пустынная, не было ни холмов и деревьев. Теперь это зеленый мир, который был создан Гауди. Действительно, парк могло и не быть, если бы его друг, фабрикант Дон Аусебио Гуэль, не профинансировал проект этого парка, в том числе и другие многие проекты Гауди. Парадная лестница с керамической балюстрадой, с драконами и змеями, изрыгающими каскады воды, ведет к базарной площади, украшенной 86-метровыми дореческими колоннами. Немало архитекторов трудились в стиле модерн, но отцами сего стиля, как правило, называют только двоих, Антонио Гауди и Федора Шехтеля. Среди ведающихся архитекторов модерна в России выделяется Федор Шехтель. Особняк Рыбышинского на улице Никитской, ныне улица Толстого, в Москве, построена в 1900-1902 годах одной из лучших произведений Федора Шехтеля. Особняк отличает новизна планировочных и композиционных приемов, новый характер декоративного решения. Применены широкий набор отделочных материалов, и художественных средств, от естественного камня и бронзы до майолики, и цветных витражей. В сфере повышенного внимания архитектора были и мебель, и осветительная арматура. Каждая деталь спроектирована удобно, заботливо и тщательно. Образно-симфолический язык форм модерна здесь особенно ярок, чего стоит хотя бы лестница особняка Рябушинского и ее перила, заканчивающийся бурным всплеском старшером медузы на конце. Заключение. При наличии общих черт этого явления европейской культуры перед Первой мировой войной в разных странах были выработаны различные стилистические варианты модерна. Его вычурность, театральность, чуждое рациональное природе строительства не способствовали его закреплению в архитектуре на долгое время. Тем не менее, модерн продемонстрировал новые возможности в создании архитектурной образности, привлек внимание к обработке интерьера, планировке городского жилья и общественных зданий. Спасибо за внимание! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...